Всех приветствую в этой аудитории. Как Лен представил, я архитектор. Архитекторы занимаются дизайном IT-решений, дизайном приложений, систем. Естественно, наши архитекторы хорошо понимают информационную безопасность. Поэтому я бы хотел кратенько достаточно рассказать практические аспекты нашей работы в области информационной безопасности. Так, чего мы коснемся на этой сегодня теме? Ну, поговорим про угрозы информационной безопасности. Это главная вещь, которую рассматривают все безопасники. Какие существуют в целом методы защиты контрмера, на высоком уровне. Я не собираюсь на этой лекции все детально углубляться, так сказать, на высоком уровне. Поговорим о том, как это происходит. Поговорим про безопасность на уровне приложений. В DataArte мы разрабатываем IT-решения, приложения. То есть для нас это очень важный момент. Возможно, для вас это тоже будет такой момент, который вам придется защищать. Ну, если останется немного времени, поговорим вкратце про тестирование на проникновение. Так, ну, главный вопрос. Что же такое информационная безопасность? Кто-нибудь может это сформулировать? То есть какая задача у нас стоит? Давайте попробуем. Оценки я не ставлю в зачетки, поэтому можете смело высказывать любые версии. Ну, хорошо. Информационная безопасность — это обеспечение чего? Отлично, правильно. Это классическое определение, можно сказать, о нас… Ну, сейчас разговариваем, самое краткое. Значит, напомню, конфиденциальность что такое? Это обеспечение секретности данных, да? То есть если у вас есть какой-то в компании конфиденциальная информация, бизнес, отчет и так далее, и она вдруг стала доступна всем миру, можно говорить о нарушении конфиденциальности. Соответственно, наша задача — защитить конфиденциальность этой документации. Что такое целостность? Может быть, не очень очевидно. Это, в общем-то, защита информации от порчи или от удаления, да? То есть если вашу какую-то интеллектуальную собственность удалят, опять же, это проблема безопасника. Он был виноват, что он не обеспечил целостность данным. Ну и доступность, я думаю, тоже понятно. Если у вас есть интернет-магазин, и он в течение суток не был доступен, вы не получите денег, да? Опять же, все шишки падут на безопасников. Собственно, какие бывают последствия? Опять же, рассматривая инфиденциальную безопасность, нужно понять, что, собственно, мы защищаем, от чего мы защищаем компании. Наверное, самое главное – это утечка информации, да? То есть сейчас в современном мире последствия бывают чаще всего связаны с кражей информации, персональных данных, данных кредит-картной, какой-нибудь бизнес-планов компании, тайны и так далее. Кроме этого, часто пользуются воровство денег, какие-то манипуляции финансовые и так далее. То есть это тоже все ввиду того, что безопасники плохо работают. Вместо этих двух вещей – это простой, то есть даунтайм, если вдруг у вас есть конкурент, и его интернет-магазин не будет работать в неделю, очевидно, все клиенты пойдут к вам. То есть как бы это тоже безопасность защищает. Ну, собственно, часто репутационные издержки тоже очень важны. Вот, например, недавнешнее событие. Может быть, вы знаете, компанию Yahoo хочет купить компанию Verizon в Штатах. Огромная сделка. И вот буквально в конце 2006 у Yahoo произошла атака и украли полтора миллиарда данных персональных и их пользователей. Это было имя, e-mail, пароли, дата рождения, телефонный номер, секретный вопрос-ответ и так далее. После этого Verizon пришел к Yahoo и сказал, мы хотим, чтобы вы предложили нам скидку в связи с инцидентом на полтора миллиарда долларов. То есть вот такой взлом, так сказать, повлиял на стоимость компании очень кардинальным образом. Поэтому последствия бывают совершенно разные. Например, если вы обрабатываете данные кредитных карточек, то есть ваш сайт принимает кредитных платежей, случайно у вас украдут номера кредиточек, в данном случае вы будете обязаны выплатить огромный штраф в связи с этим, и вы можете вообще выйти из бизнеса. Поэтому последствия могут быть большие. Возникает вопрос, а как же мы обеспечиваем информационную безопасность? Есть идея, что, собственно, безопасники должны делать, чтобы обеспечить? Защищать, слышу. Ну да. А как? Программы. А как вы узнаете, что эти программы, они хорошо защищены? Тестировать. Бэкдоры. Ну, уже что-то, да. Но это такие, можно сказать, такие частные девелоперские подходы. Давайте немножко более подробно посмотрим. Вот я вам приведу сейчас слайд, который показывает, как мы анализируем, какие угрозы есть. Например, это чисто так для интереса. Вот, например, есть угроза. Неавторизованный доступ в систему, да. То есть потенциально она существует. Если кто-то получит неавторизованный доступ, он сможет скачать файлы, какие-то документы, ваши данные. Нужно придумать, как же мы от этого защитимся. Ну, это атака достаточно распространенная угроза. Как мы защищаемся? Внедрить обязательно аутентификацию и контроль доступа, да. То есть, чтобы попасть в систему, нужно ввести пароль, вероятно. После этого вы аутентифицируетесь, ваш доступ проверяется, после этого вы можете получить доступ к данным. Ну, это такие базовые вещи, надеюсь, о них все знают. Вот, например, еще одна угроза. Доступ в систему путем подбора паролей пользователей. Какая здесь может быть защита? Уменьшение количества ПП. Уменьшение количества ПП. Отлично. Еще один вариант, например, там, требование к минимальной сложности пароля. Ну, вот я здесь такое писал. Их может быть несколько защит. Третья угроза, например, перехват данных во время коммуникации с внешними системами. Что? Шифрование. Ну, хорошо, да. Использование безопасной зашифрованной соединения. Заражение систем вирусами. Установить антивирус на все компьютеры. Например, атака методами социальной инженерии. Что вот в этом случае надо делать? Отлично. Обучение пользователей. Тренинг для персонала. Молодцы. Ну, это вот такие вещи, которые, можно сказать, можно из головы придумать, записать на салфетки и поанализировать. Но, очевидно, безопасники не такие списки составляют. У них есть какие-то более, так сказать, сложные методологии. Вот этот системный подход называется риск менеджмент. То есть это анализ угроз и составление планов, как мы с этими угрозами хотим бороться. Я думаю, что вот ваш курс, он включает изучение вот этих систем. Там будет очень много умных слов, теорий, документации, compliance материала и так далее. Я сейчас вкратце в двух словах постараюсь объяснить, как это работает, чтобы вы примерно понимали, что вам в дальнейшем предстоит делать. Значит, в первую очередь нужно определить информационные активы. Информационные активы – это что-то, что, собственно, если что-то его украдут, эти активы, то будет плохо. Это обычно интеллектуальная собственность, какие-то ваши сайты, ваш код, может быть, какие-то файлы, информация и так далее. То есть важно их все перечислить, чтобы не произошло так, что мы пытались предотвратить риски не на все активы или на какие-то другие потенциальные вещи, которые значения не имеют. Нужно четко определить, что если мы потеряем какой-то актив, он приведет к тому, что мы выйдем из бизнеса или потеряем деньги ввиду того, что этот актив будет отсутствовать. Это первая вещь. Вторая – это определение угроз и рисков. Вот здесь можно воспользоваться правилом салфетки, но существует много источников, где можно подчеркнуть список всех доступных угроз. Они огромные книжки, есть стандарты написанные. Собственно, как делают безопасники, идут по списку, смотрят, какие угрозы применимы для их ситуации информационных активов и выписывают это в собственный список. Третье – это оценка значительности рисков. Вот это уже более сложная, так сказать, операция. Нужно понять, в какой степени тот или иной риск нам применим. Обычно составляют матрицу и оценивают ее на основе вероятности происхождения этого риска и значительности, если этот риск произойдет. Ну, что такое вероятность? Например, что произойдет землетрясение, здание разрушится, сломает наш сервер, мы потеряем данные, очевидно, низкий риск. А что злоумышленники попытаются взломать наш интернет-магазин, если он торчит наружу в интернете? Это большой риск. Соответственно, мы применяем коэффициенты, это может быть низкий, средний, большой, может быть цифра от 1 до 10, или как-то разные методологии по-разному описывают. И после этого мы смотрим, что будет, если этот риск сыграет. Если риск играет, много мы потеряем или мало. Какие-то риски могут быть незначительные, мы вообще их не будем рассматривать, потому что у нас есть чем заниматься более значительными рисками. Тоже можно их оценить по шкале. Дальше самое важное – это выбор действия. Что мы будем делать с этим риском? Вообще в системах риск-менеджмент традиционно 4 действия присутствуют. Это управление риском, принятие, избегание риска и передача риска. Управление – это, собственно, вы что-то придумаете, делаете какой-то security control, политику или что-то, чтобы этот риск уменьшить или полностью он исчез. Ну, например, если у нас есть интернет-магазин, да, и там, грубо говоря, есть какие-то данные в нем, и есть риск, что эти данные могут там пропасть. Если мы делаем регулярный бэкап каждый день, мы этим риском управляем. Соответственно, что данные исчезнут, риск значительно снижается, да, то есть у нас есть резервная копия, если что, мы всегда можем восстановить. Принятие риска, как я уже говорил, это когда мы считаем, что этот риск незначительный, либо он случится практически при невероятных обстоятельствах, или если он случится, ничего страшного не произойдет, мы его принимаем. Избегание риска – это мы пытаемся как-то систему построить так, чтобы этот риск не возник. Например, если мы, начальство, например, хочет, чтобы наш сайт принимал данные кредитных карточек, мы проанализировали риски, связанные с этим, огромное количество рисков, да, мы решили не принимать кредитные карточки. Вот мы избежали этого риска, можно сказать, в простейшем понимании. Ну и передача риска – это найти компанию, которые готовы взять этот риск за нас, может быть, за вознаграждение. Например, если говорить про тот же пример с карточками, можно их токенизировать и отдать на хранение другой компании. Соответственно, платежи будет принимать эта другая компания. То есть мы таким образом риск передаем, если вдруг произойдет утечка, не мы будем виноваты. Будет виновата та компания, выплатит нам соответствующую компенсацию. Дальше мы реализуем план, точнее его разрабатываем сначала и реализуем. Это может быть список, таблица действий, которые нам нужно совершить, чтобы, в общем-то, обезопасить себя от всех возможных рисков. Этот план обычно разрабатывается на длительные периоды, есть какие-то краткосрочные реализации, но в целом работа безопасника – это по этому плану нужно вводить какие-то контролы, действия, регулировать систему и так далее. То есть в данном случае работа по плану – это та работа, которая предстоит инженерам по безопасности. Контроль выполнения плана, то есть каждый, например, месяц мы можем собираться, смотреть, как выполняется план, отчитываться начальству, корректировать этот план по ходу возникновения каких-то проблем. Проведение аудитов – там немаловажная часть реализации планов. Например, если у нас по плану мы вводим политику, что наши системные инженеры должны каждый день анализировать логи систем на предмет выявления попыток взлом ваших систем. То есть это один из контролов, чтобы как можно раньше обнаружить проникновение. Аудит в чем будет заключаться? Мы действительно проверяем, действительно ли инженер по безопасности каждый день выполнял эту работу. Если он не выполнял, соответственно, наш контрол, который мы задумали, он не работает как надо. То есть проведение аудитов – это тоже важная составляющая этого процесса. Часто она ложится на безопасников. Но этот процесс повторяется из месяца в месяц, с года в год. То есть через полгода, может быть, у нас изменился бизнес в компании, может быть, мы переехали на новый хостинг-центр, может быть, новые риски какие-то появились. Нам нужно все начинать сначала. Смотреть, какие новые риски, оценивать их вероятность, изменившуюся. И все по-новому. Это такой процесс, который за один раз не выполнишь. Пока существует компания, пока существует риск взлома, нужно это все выполнять и за этим следить. Есть разные стандарты, которые описывают процесс, что я сейчас описал такими умными терминами. Один из международных стандартов – это ISO 27001. На самом деле у них там целая серия стандартов, которые называют ISO 27000. Они, например, стандарт 27001, он как раз описывает, как нужно строить вот этот процесс, что я сейчас двумя словами описал. Есть российские стандарты ГОСТ, которые описывают, собственно, материалов достаточно много. Какой конкретно использовать здесь, не настолько важно. Главное, чтобы эта методология была внедрена. Мы поговорили о том, как, собственно, нужно строить фреймворк, но, собственно, как решить проблему с рисками. То есть вот заведомый квадратик, выбор действий управления. Как же поступить? Вот мне нравится подход, когда мы рассматриваем систему в виде вот такой пирамиды на разных уровнях. То есть это наши данные, которые мы защищаем, находятся в самом верху. Дальше у нас есть приложения. Это какие-то веб-сайты, которые мы, может, построили, наши внутренние IT-системы. Может быть, это те системы, которые мы купили или пользуемся. В общем-то, это уровень приложения, то есть где находится реальный код. Дальше хост — это, собственно, сами компьютеры, которые выполняют это приложение. Это, может быть, сервера, рабочие станции, пользователи и так далее. Сеть — это, в общем-то, сеть компьютера объединены в нашу внутреннюю сеть. Периметр сети — это вот та IT, как бы сказать, граница между публичным интернетом и секретной частью нашей сети. Физический уровень. Здесь подразумевается это, грубо говоря, что эти сервера находятся в здании, и это здание должно быть тоже защищено, потому что если кто-то может получить доступ к компьютеру, к серверу, он, в принципе, сможет оттуда украсть информацию с определенной вероятностью. Ну и политики, процедуры, осведомленности. То есть если кто-то хочет получить несанкционированный доступ к нашим данным, часто ему приходится пройти через все эти полосочки, так сказать, и наша цель — защитить каждую из этих полосочек. То есть если мы защитим только данные, все остальное останется открыто, злоумышленникам лишь нужно найти одну уязвимость, как получить доступ к данным, и они попадут в нашу систему, украдут, будет security-инцидент. Если мы каждую эту полосочку защищаем, да, у нас есть защита периметра, защита сети, защита на уровне компьютеров, политики, которые заставляют пользователей пароли хорошие делать, то проникнуть намного сложнее, да, злоумышленникам нужно каждую сеть, каждую цепочку проникнуть через нее, чтобы, в общем, попасть в доступ к данным. Вот здесь я выписал некоторые политики такие, которые пришли на первый взгляд. Их достаточно много, средства, я имею в виду, управления риском. Например, для данных это контроль доступа, ограничение доступа, распределение по ролям и так далее, резервное копирование, про которое я упоминал. На уровне приложения это аутентификация, авторизация, аудит. То есть это достаточно важная часть любого приложения, да, аутентификация — это запрос о том, кто это пользователь, проверка того, что он действительно является тем, кем он объявил. То есть в простонародье это там юзерней плюс пароль или e-mail плюс пароль. После того, как пользователь вводит эти данные, сервер проверяет правильность пароля, наше приложение проверяет, и тем самым выполняет аутентификацию этого пользователя. Авторизация — это проверка того, что этот пользователь, кем он аутентифицировался, действительно имеет доступ к той функции или к тем данным, к которым он запросил доступ. Ну и аудит — это, собственно, запись о том, что пользователь в такое-то время с такого-то адреса получил доступ в наше приложение. То есть на уровне приложения — это те средства, которые нам позволяют снизить риск несанкционированного доступа к данным или каким-либо функциям. На уровне хоста — это, например, обновление системы, чтобы если какие-то известные уязвимости появились в операционной системе, в приложениях стандартных, мы их обновляем. Антивирусы, которые предотвращают заражение. На уровне сети — это, например, может быть сегментация сети, то есть выделить какую-то часть, которая хранит важные данные, в отдельную подсеть с очень защищенным доступом. А остальная сеть, например, Wi-Fi-сеть, она менее защищена, доступна большему количеству людей, но не имеет прямой доступ к секьюрным данным. Firewall — ну, наверное, вы знаете, что это устройство, который фильтрует доступ по портам к нашей сети. Шифрование данных, то есть то, что уходит внутри сети и снаружи сети, снаружи сети может шифроваться. Периметр. Здесь считается безопасный удаленный доступ. Если вы находитесь вне офиса и вам нужно попасть к данным, которые хранятся в офисе, здесь организуют обычно VPN — удаленное подключение. Оно должно обеспечивать хорошую безопасность, быть правильно выбрано, правильный протокол шифрования использован и так далее. Существует еще система обнаружения атак для защиты периметра. IDS — Intrusion Detection системы. Они мониторят трафик, смотрят, если появляется какая-то подозрительная активность. Они могут заблокировать пользователей, создать оповещения. Тоже очень важный инструмент, который позволяет снизить риски. На физическом уровне — это стены, ключи, бейджики, на всех гостях видеонаблюдение. В общем, это отдельный, так сказать, уровень, который, может быть, не совсем относится к IT, но он тоже очень важен в плане обеспечения безопасности. Хочу сказать, что в Детарте мы, как вы, наверное, знаете, мы работаем, наша основная область работы — это разработка IT-решений. То есть большинство наших задач, которые мы решаем, находятся на уровне приложения. То есть те IT-решения, которые мы зарабатываем, внедряются в банки, финансовые системы, госпиталя, просто клиентам. Может быть, это публичные приложения. И очень важно рассмотреть, как нам стоит подойти к приложениям, чтобы оно было максимально защищено. Здесь, например, я хотел бы на этом слайде подчеркнуть пару вещей про приложения. Во-первых, как вы, наверное, знаете, что веб-приложения эволюционировали очень сильно за последние десятилетия. Если раньше это была простая HTML-страничка, где вы могли подчеркнуть какую-то информацию в форматированном виде, сейчас это огромнейшие порталы, которые позволяют делать практически все, что угодно. Для того, чтобы они могли это делать, они имеют очень широкие полномочия. То есть, например, посмотрим на интернет-магазин. Чтобы работать, ему нужен доступ в нашу базу данных с нашими продуктами. Доступ к финансовым системам, чтобы платежи принимать. Доступ ко всем заказам, чтобы пользователи могли историю посмотреть. Он имеет доступ к каким-то финансовым показателям компании, чтобы администраторы, зайдя на этот сайт, могли посмотреть степень своей прибыльности, график роста продаж и так далее. То есть, по сути, вот тот код, который выполняет, который является центром веб-приложения, он имеет очень широкие полномочия и имеет доступ практически ко всей информации. И так получается, что периметр безопасности, вот как на моей пирамидке, он сейчас идет уже не снизу вверх через физические защиты через периметр сети, а вот напрямую через веб-приложение. Наш интернет-магазин открыт снаружи. Любой, кто в интернете есть, может в него зайти. Получается, что если это приложение содержит какую-то ошибку, то злоумышленнику всего лишь нужно преодолеть один барьер. То есть, взломать это приложение, и он имеет доступ ко всем данным, которым имеет приложение. Вот, собственно, статистика подтверждает это, потому что, например, из публичных данных известно, что почти три четверти взломов происходит именно на уровне приложения. То есть, взламывают не сети, не сервера, не физические комнаты с серверами, а вот по интернету заходят, взламывают приложение, получают доступ к данным, сливают эти данные, продают или делают какие-то прочие махинации. Вот. И еще одна статистика — это то, что веб-приложения содержат очень много уязвимостей. Исследования проводились на средних приложениях. На 90% приложений находят как минимум одну критичную уязвимость. И вот это действительно та вещь, к которой очень нужно относиться с большим вниманием и разрабатывать эти решения так, чтобы не было уязвимости на уровне приложения. Вот я хотел показать пару примеров, собственно, как происходит взлом, может быть, чтобы вы примерно понимали, о чем речь. Вот, например, слайд с магазина онлайн-трейд. Здесь я, например, просматриваю свой предыдущий заказ. Вот обратите внимание на строчку URL. Там вот наверху формируется запись какая-то как orders view. Order ID равняется 395.01.16. Ну, кто сойти связан, может возникнуть желание. Что будет, если изменить эту циферку там на другой номер, да? То есть поставить, например, 395.01.17. Вот. Да, другой номер заказа. Собственно, если система не защищена и в ней есть уязвимость, то вы увидите информацию о заказе другого пользователя. Это вот одна из достаточно типичных уязвимостей. Конечно, если вы будете тестировать сейчас какие-то, например, сайты, которые сейчас доступны публично, возможно, эта уязвимость не найдется. Но в определенном проценте приложения эта уязвимость может существовать. Если вы, например, разработчик начинающий, да, то с большой вероятностью вы допустите такую уязвимость, если вы не осведомлены о безопасности. Поэтому такая уязвимость, например, называется горизонтальная эскалация привилегий. Это значит, что вы получили неавторизованный доступ к какому-то аккаунту, который имеет примерно такие же права, как и вы, то есть доступ к информации другого пользователя. Если есть еще вертикальная эскалация привилегий, это, например, получение доступа к другой роли, например, к администратору или к опытному менеджеру магазина и так далее. Вот еще один пример, например, SQL-инъекции. Наверняка вы тоже об этом знаем. Представим, что в веб-приложении есть, например, формочка ввода идентификатора продукта, чтобы можно было найти его, например, о нем информацию получить. Чаще всего приложение, чтобы осуществить поиск, обращается к базе данных и посылает вот примерно такого плана запроса. Select start from products, query product ID и подставляет тот ID, который ввел пользователь. Такой запрос получает из базы данных информацию об этом продукте и показывает его на веб-страничке. Пользователь видит, принимает дальнейшие действия. Опять же, злоумышленник может подумать, а что будет, если ввести туда вот такую строчку? Drop table products. Ну, если, опять же, если разработчики были в данном случае не очень опытные, они могут вот этот запрос составлять путем конкатенации строк, да, то есть select звездочек form products, query product ID равно первой части, это типа константа, а сюда подставляется вот пользователем. Вот мы сюда подставили весь, вот, после того, как мы запустим этот запрос, придет к тому, что, скорее всего, таблица products удалится в базе данных. Вот, это приведет к нарушению целостности, да, то есть мы говорили, что целостность данных – это защита от неавторизованного изменения или удаления. Но в данном случае, вероятно, это еще приведет к нарушению доступности, да, если у нас нет в базе данных продуктов, скорее всего, наш сайт не будет работать. Вот, это как бы такая уязвимость, которая может быть просто очень легко понятная, но ее до сих пор, к сожалению, допускает. Существует большое количество других уязвимостей, которые более-таки тонкой материи требуют определенного понимания, и надеюсь, вы еще с ними познакомитесь. Вот, например, еще одна уязвимость – межсайтовый скриптинг. По-английски это называется cross-site scripting. Вот, например, часть веб-сайта, где вы можете откомментировать статью. Вы вводите текст, но внутри текста вы вводите строку в некотором формате таком особенном. Вот, что произойдет? После того, как ваш комментарий сохранится в базу данных веб-приложения, другой пользователь может зайти и посмотреть ваши комментарии, да, например, как снизу страницы после самой статьи, например, комментарии. В данном случае, если веб-приложение вот этот текст вставляет напрямую веб-страничку, вот этот скрипт, он будет интерпретироваться не как кусок данных, а как часть языка JavaScript для формирования разметки веб-странички. В данном случае он выполнится и приведет к тому, что браузер покажет нам окошечко всплывающее с тем текстом 1, 2, 3, который мы здесь написали. Но такое как бы действие может показаться безобидным, но на самом деле существует JavaScript, достаточно мощный язык, и мы можем написать скрипт, который, например, ворует все данные, которые сейчас показываются на экране и отсылает их злоумышленников. Или, например, изменяет данные на страничке сайта. Например, мы можем таким образом вообще стереть статью и там пользователи подумают, что это плохой сайт. А можем вообще скриптом стереть всю страничку и написать сайт временно недоступен, например. То есть это приведет, опять же, к потере доступности сайта. Ну такая атака тоже как бы наши дни популярны, и приложения, которые создаются на заказ, разрабатываются чаще всего, поначалу содержат подобные уязвимости, их доводят, безопасники их доводят до того, что этих уязвимостей больше нет, и считается, их можно отдавать уже в продакшн клиенту. Вот есть, например, некоторые стандарты и проекты, которые направлены на то, чтобы увеличить осведомленность и предотвратить эти уязвимости. Вот проект OWASP Top 10. OWASP это Open Web Application Security Project. Это достаточно популярный ресурс, бесплатный в интернете. У них очень много есть разных проектов, которые направлены на повышение безопасности в веб-приложении. У них Top 10 проект указывает 10 наиболее популярных и распространенных уязвимостей в веб-приложениях. У меня не будут подробно на каждой из них останавливаться. Вот вам домашнее задание. Откройте этот проект, посмотрите кратенько. Может быть, вы увидите какие-то уязвимости, которые, может быть, вам знакомы или заинтересуетесь. На самом деле, 10 уязвимостей, конечно, это все не ограничивается. Есть более, так сказать, толстые материалы, которые описывают сотни уязвимостей, там чек-листы, которые могут произойти. Есть онлайн-база данных с уязвимостями. Например, есть база данных CVE. Она каждый год добавляется в нее порядка 10 тысяч уязвимостей. То есть это те уязвимости, которые находят, публикуют. Вот эти сотрудники этой компании, они их аккуратненько вносят в свою базу данных, и она доступна. То есть можете представить масштаб бедствия и то, с чем нам приходится бороться. Вот. Возникает теперь встречный вопрос. Есть ли существует столько уязвимостей? И не факт, что наше приложение защищено от них. Как мы будем обеспечивать безопасность приложения? Вот про сети мы немножко поговорили, да? То есть это политики, там защита на уровне серверов, защита на уровне сети, фаерволы, замки и прочее. А вот на уровне приложения, вот если вы разрабатываете приложение в вашей компании или, например, компания, где вы работаете, что следует предпринять? Есть идеи? Ну, скажем так, разработчики знают, что такое авторизация. А где гарантия, что они не сделают уязвимость системе авторизации, что позволит пользователю войти без авторизации, например? Гарантия, как просто, в данном приложении? Ну, как я уже сказал, приложение, когда оно в вебе находится, оно имеет доступ практически ко всему, иначе оно работать не сможет. То есть код приложения может быть совершенно корявый. И оно может получить доступ, то есть злоумышленник может этот код эксплуатировать, чтобы получить доступ к информации, которую он не должен получать, например. Еще идеи? Ну, хорошо, не буду вас томить. Первая вещь – это разработка требований по безопасности. То есть вот тот момент, когда разрабатывают требования к приложению, что у нас должен быть интернет-магазин, где можно посмотреть историю заказов, купить новый товар, оплатить и так далее. Нужно включить секцию, где написаны требования по безопасности, что это приложение должно содержать функциональность сброса пароля вот по такой схеме, потому что, например, другие схемы могут быть небезопасны. То есть проверка пароля должна проходить по e-mail, а не так, что на экране вас сразу пускают в систему, если вы знаете ответ на security вопрос. То есть все вот эти требования по безопасности, они должны быть задокументированы, и их должен создавать человек, который хорошо понимает безопасность, который знает, какие существуют атаки, какие схемы атак раньше происходили и так далее. Часто их называют нефункциональные требования. То есть это требование не так, как приложение должно вести себя с точки зрения пользователя, а то, как оно должно себя вести внутри. То есть вот, например, описание, как работает аутентификация, контроль доступа, аудит – это вот к этой секции относится. Второй способ – это… ну, не способ, они все вместе должны применяться. Это обучение разработчикам, техникам безопасного кодирования. То есть команда разработчиков, если есть, кто разрабатывает приложение, нужно, чтобы они хотя бы понимали основные уязвимости, которые существуют в наших системах, вообще бывают в приложениях. Потому что если они не знают, что такое security инъекция, про которую я показал, они могут написать код совершенно без зазрения мысли, который конкортинирует строки, да, то есть часть запроса добавляет пользовательскому вводу, и в результате появится уязвимость. Если они не знают, что такая атака существует, они уже не будут делать такой глупой оплошности. Если мы хорошо обучим разработчиков, то у них уже будет возможность писать код без глупых ошибок. Аудит и безопасность. Вот это, пожалуй, вещь, которая напрямую касается безопасников. Ну, здесь под аудитом подразумевается, что опытный безопасник может пообщаться с командой, пройти по чек-листу, например, который описывает возможные косяки, возможные уязвимости, возможные риски, и посмотреть, действительно ли команда адресовала эти риски. Вот аудит по безопасности, он в каждой, во всех компаниях, кто проводит разработки или внедрение каких-то там приложений, сетей, всегда проводится. Например, для веб-приложений есть проект, тот же УАСПовский, называется ISVS, Application Security Verification Standard. Там порядка 300 пунктов, по которым нужно пройтись и убедиться, что в приложении у нас эти пункты, так сказать, адресованы, что это приложение ведет себя корректно с точки зрения безопасности. Анализ исходного кода на уязвимости. Опять же, какой топный разработчик с опытом безопасности или секьюрити-специалист может запустить автоматическую программу для поиска уязвимости в коде, или вручную посмотреть наиболее критичные части кода, связанные, опять же, с теми секьюрити-контроллами, которые я говорил, на предмет уязвимости. Два за всегда лучше, чем один у вас разработчиков. Часто находятся интересные уязвимости. Есть еще один способ. Это файрволы на уровне приложения, так называемые Web Application Firewalls. Это либо ПО, либо это железные устройства, которые читают весь трафик от пользователя к нашему приложению, но на уровне приложения. То есть они знают протокол HTTP. То есть смотрят те данные, которые пользователи отсылают, смотрят, как сервер реагирует на эти данные. Эти устройства запрограммированы на то, что если возникнет какая-то подозрительная активность, там перебор паролей, например, или там попытка инъекции тех же SQL, эти приложения отключают доступ, там создают security-алерты, оповещают безопасников о инцидентах и так далее. Регулярное сканирование на уязвимости. Есть, опять же, программное обеспечение, которое выполняет сканирование приложения. Вы набираете URL этого приложения, приложение запускается, пытается там работать с сайтом в автоматическом режиме, формочки отсылает на сервер, там какие-то странички открывает, ну и в результате создает отчет, который по мнению приложения, по мнению сканера, может быть, какие-то типовые уязвимости присутствуют. Они, конечно, не панацея, но способны выявить какие-то такие явные проблемы с приложением. Еще один есть пункт, который достаточно важный, интересный, тем, кто может быть больше направлен к таким хакерским скиллам, то есть возникает интерес поломать приложение, а не защитить. Вот есть отличная опция, это тестирование на проникновение. То есть в данном случае я сейчас попозже расскажу в двух словах о том, как это происходит. Вот на следующей лекции будет Рома Денисенко читать лекцию, он вам более подробно расскажет про тестирование на проникновение. Вот в нашей компании мы применяем все эти активности с точки зрения обезопасивания приложения, но тестирование на проникновение – это такая достаточно популярная и востребованная активность, которая часто может потребоваться. Мы вам расскажем о том, как она проводится, какие инструменты требуются, какие навыки и так далее. Вот я вам рассказал про слайд, примерный набор действий. Опять же, существуют стандарты. Тот же ОАСП опубликовал еще один проект, который описывает, как должна происходить разработка с точки зрения безопасности. Они описывают четыре бизнес-функции, которые должны быть вовлечены в безопасность и их активности, связанные с этими бизнес-функциями. То есть governance – это управление проектом. У них должна быть стратегия обеспечения безопасности, у них должно быть обучение персонала безопасности, пользователей. Политики и compliance – это связано с тем, что если там ПО должно удовлетворять определенным требованиям по безопасности, которые выставляют сторонние компании, например, оплату по кредиткам, там есть отдельная документация. Все это должно учитываться при разработке. Constructions – это, собственно, саморазработка. Здесь мы должны, как я уже говорил, security requirement задокументировать, проводить trade assessment – это анализ рисков, принятия этих рисков, придумывание контролов, которые позволяют эти риски решить. Security архитектура – это вот то, чем я часто как раз занимаюсь, то есть это придумывание архитектуры решения, которое наиболее защищено с точки зрения безопасности. Verification – это вот тестирование, про что вы упоминали в самом начале. То есть дизайн риски – это все хорошо, но нужно бы проверить, что наше приложение безопасно. То есть это анализ и ревью нашего дизайна, нашей, так сказать, документации. Это ревью кода, это security тестирование. Это либо поиск уязвимости, либо тестирование на проникновение. И deployment – это как мы внедряем эти приложения. То есть здесь тоже безопасность очень важна. Environment Hardening – это такая техника, которая описывает, как мы должны задеплойить, внедрить наше приложение, чтобы минимизировать количество уязвимости. Да, там advanced topic достаточно, может быть, позже поговорим. Vulnerability Management – это нам нужно убедиться, что мы регулярно проводим поиск уязвимости в наших приложениях, анализируем новые риски, быстро реагируем. Например, если наша система заражается троянами, мы там должны в течение нескольких дней, так сказать, все обрубить, вылечить систему. Ну, operations – это чтобы… Operations – это те люди, которые работают с нашим ПО, они должны быть тоже вовлечены в security процессы, отчитываться о возникших угрозах и так далее. Вот этот стандарт, он написан достаточно понятным языком по сравнению с ISO, например. То есть здесь по каждому пункту можно увидеть шаги, которые вам нужно предпринять, и там сразу видно, на каком уровне вы находитесь. То есть если вы вначале находитесь на нольном уровне, у вас вообще ничего с точки зрения безопасности не внедрено, вы можете перейти на уровень 1, 2 и 3 путем выполнения четкого, понятного набора вещей. То есть если вы внедрили ПО, которое сканирует на уязвимости, каждый, например, день, каждую неделю, вы перешли на уровень 1. Если у вас там есть, так сказать, более глубокий интерес в этом, именно на уровне приложения, а не на уровне безопасности сетей, вот это тот стандарт, который я порекомендовал почитать в первую очередь. Он… Я не уверен, что там есть русская версия, но написан достаточно четко понятным, простым языком. Так, ну и последняя тема на сегодня – это тестирование на проникновение. Я вкратце расскажу. Это способ проверить безопасность сети или приложения. Здесь, так сказать, у нас эта проверка нужна для того, чтобы убедиться, может ли злоумышленник, если захочет, попасть в нашу систему или нет. То есть можно ли получить несанкционированный доступ. Презультаты теста – это да, получить доступ можно вот таким способом. Да, и этот счет передается командным безопасникам, они решают все проблемы. Если нет, да, у нас появилась некая гарантия того, что секьюрит-специалист, который действовал как хакер в течение, например, двух недель, не смог получить доступ в нашу систему. Значит, мы можем примерно оценить уровень защищенности нашей системы. Вот, собственно, как я уже сказал, мы эмулируем атаку злоумышленника. Но в данном случае мы не только находим уязвимости, мы их еще эксплуатируем. То есть нашли уязвимость, попробуем ее взломать и посмотреть, что дальше будет. Например, если у нас появилась возможность там сделать SQL-инъекцию, мы не просто в отчете пишем, что мы сделали SQL-инъекцию, пожалуйста, исправьте. Мы пробуем получить доступ к базе данных и скачать, например, эту базу данных, посмотреть, какие там данные хранятся. Может быть, в этой базе данных находятся пароли в открытом доступе, например, не в защищенном виде. Мы эти пароли можем скачать, а потом посмотреть, а вдруг администратор системы, который тоже существует, его пароль в базе данных, может быть, его пароль подойдет к какой-нибудь другой системе, более важной. Например, смотрим, подбираем, ага, наш администратор использовал одинаковый пароль для двух сайтов. Отлично, мы смогли проникнуть вот таким простым способом в более защищенную систему, например, под именем этого администратора. То есть в данном случае тестированный проникновение, оно заключается в том, что мы находим какие-то, может быть, мелкие уязвимости, кажущиеся незначительными на первый взгляд. Но путем их эксплуатации и комбинации мы получаем такие вещи, что позволяет нам попасть в совершенно защищенные места. Вот, собственно, процесс происходит в несколько этапов. Мы планируем тестирование проникновения, смотрим, какие цели стоят у клиента, какие системы он хочет попробовать взломать, может быть, какие-то ограничения для наших активностей. Дальше мы ищем уязвимости. Здесь используются автоматические, ручные поиски, анализ. Существует документация, которая описывает, как эти уязвимости ищутся, но в большей степени здесь требуется опыт и креативность инженеров, которые производят эти атаки, понимание, как работает современная индустрия, как хакеры делают это. Эксплуатация, как я уже сказал, и анализ составления отчета. В данном случае отчет – это результат нашей работы. Если мы просто скажем, что систему взломали и передадим информацию клиенту, это будет не та работа, за которую он платил деньги. А вот если мы предоставим подробный отчет, который описывает состояние безопасности, наше мнение, подробные скриншоты с взломом, это вот то, что можно, так сказать, положить на стол и получить за это бонусы. Ну, я, в принципе, закончил. Буду рад ответить на любые ваши вопросы по теме презентации. Пожалуйста. Ну, я понял вопрос. Защищенность мобильных сетей на самом деле достаточно низкая. То есть защищенные системы не рассматривают аутентификацию по SMS как sufficient factor. Поэтому обойти можно даже там на конференциях по security. Там прямо на стендах кладут устройство, которое перехватывает там данные мобильников. То есть как бы это все достаточно просто делается. Я бы вам, если вы делаете там двухфакторную аутентификацию хорошую, то SMS я бы не рассматривал как такой надежный способ. Ну, они выбрали такой достаточно массовый дешевый способ, да. То есть как бы она добавляет определенный уровень безопасности. Но у нас там буквально недавно в компании обсуждали случаи, когда ты там приходишь в офис Билайна, говоришь, я потерял симку, тебе тут же дают новую, ты ее вставляешь там, например, и получаешь SMS-ку от банка. То есть там, например, копия, паспорт поддельный. Вполне достаточно, чтобы получить симку на номер того человека, который ты хочешь атаковать. То есть, опять же, цель безопасности — это не сделать систему максимально защищенной, чтобы вообще не надо было взломать. Наша цель — это оценить риски и понять, сколько мы готовы потратить, чтобы закрыть, так сказать, наиболее явные дыры, наиболее популярные способы взлома. Если у вас не очень большой бюджет и система такая, не очень защищенная, SMS-ки могут подойти. Если это там топ-секрет информация, то она не подойдет. Если, например, вместо SMS-ки используют Secure ID токены, это такие маленькие токены, которые показывают там случайные коды, каждые 30 секунд генерируют. Вот это более такой надежный способ защиты. Есть такие софтверные версии, на мобильнике можно установить, называется Google Authenticator. Ну, вот, может, знаете, вот я предпочел бы ее использовать, чем SMS-ки. Ну, хорошо, если вопросов нету, значит, следующую тему я анонсировал, да, то есть следующей темой мы коснемся вопросов информационной безопасности, опять же, тестирование на проникновение, но более, так сказать, глубоко, возможно, даже с немного практическими примерами. Вести буду не я, а мой коллег по безопасности, Роман Денисенко. Вот, приходите, послушайте. Продолжение следует...